Анастасия Новых АЛЛАТРА Анастасия, для личности очень важно именно соприкосновение с чистым потоком силы, исходящей от души. Ригден, конечно, это придает нынешней личности больше духовных сил, она больше начинает чувствовать мир души, мир Бога и понимать существенную разницу между этим миром и тем. Это, кстати, также отражается и на физическом уровне, на уровне тела, поскольку во время этого состояния происходит прилив сил, идет мощный всплеск эндорфинов и других гормонов счастья, значительно улучшается физическое, психологическое состояние человека. Особенно это заметно во время глубоких медитаций, когда спадают все маски образа человека, идет информационный обмен между личностью и душой. Обращаю внимание, что это происходит не во всех медитациях, а именно в тех, которые связаны с работой на глубинном чувственном уровне и направлены на пробуждение души. Например, духовная практика «Цветок лотоса». Человек преисполняется чувствами мира души, мира Бога. В идеале, медитирующий настолько чувственно глубоко погружается в духовную практику, отключив при этом все свое мысленно-образное восприятие и полностью абстрагировавшись от всех мыслей, что начинает напрямую воспринимать потоки силы, исходящие от души. Личность во время выполнения таких глубоких медитаций ощущает тот мир, процессы, которые не имеют аналогов в материальном мире. Поэтому тот мир, мир Бога, мир души, нельзя писать словами, его можно только прочувствовать. В таком глубоком медитативном состоянии человек начинает понимать и ощущать, что такое истинная свобода, становится внутренне независимым от установок животного начала, от агрессивного влияния окружающего материального мира. Он становится сильнее духовно, начинает осознавать, что этот материальный мир — это не его родной мир, это агрессивная и опасная среда для его души. Но все это, конечно, происходит только тогда, когда человек ответственно занимается наработкой духовных практик, систематически отслеживает свое животное начало, контролирует мысли, реализует добрые дела во внешнем мире, то есть основательно занимается внутренней работой над собой и накоплением багажа добрых деяний, мыслей и чувств. Но таких людей, как правило, единицы. В основном люди, пробуя заниматься духовными практиками, сталкиваются с определенным искажением, происходящим на уровне материального мозга, точнее сознания. Это как раз то, о чем я рассказывал ранее. Помимо светофильтров субличностей, через которые проходит информационный поток от души, есть еще, так сказать, ассоциативные светофильтры мозга. По сути, это наши ассоциации, которые хранятся в кладовке памяти, где складируются наш жизненный опыт, впечатления и так далее. В подавляющем большинстве они касаются трехмерного мира. Дело в том, что состояние сознания человека с рождения тела настроено на восприятие этого мира, хотя в нем запрограммированы разные режимы работы. Изменяя состояние сознания, человек может переключаться на другие программы восприятия. Так вот, ассоциативные искажения происходят во время обработки мозгом информации, поступающей во время медитации. Если человек вообще не подготовлен к такому восприятию информации в измененном состоянии сознания по причине несистематической духовной работы данной личности, а так, от случая к случаю, то мозг, расшифровывая полученную информацию, выдаст ее на уровне имеющихся в памяти ассоциаций и доминирующих приоритетов привычного мира. Другими словами, полученная информация при обработке будет искажена ассоциациями материального мира. Подобное, но уже в меньшей степени искажение происходит и у тех, кто систематически пытается заниматься медитациями, но мало работает над собой в плане отслеживания мысли от животного начала. Анастасия, в том-то и проблема, что те люди, которые начинают заниматься духовными практиками, не совсем еще понимают, в чем же тут смысл, что создает условия для душевной радости. Они еще не различают мысли и чувства в своем сознании, где от животного начала, а где от духовного начала. Им больше понятна радость, которую они испытывают по тому или иному поводу в материальном мире, потому что есть приобретенный опыт. А духовные практики, при которых осуществляется контакт личности с духовным миром и понимание, что такое настоящая душевная радость, как и все новое для живущей личности, требует вначале активной наработки с ее стороны, усидчивости, терпения, веры в себя, целеустремленности, другими словами, получения нового опыта, да еще и в непривычном для человека состоянии сознания. Ригден, это верно, поэтому-то начинающим и легче воспринять первичную информацию на ассоциативных примерах, притчах и так далее. Пожалуй, все то, что я уже рассказал о светофильтрах, образно поясню еще раз для лучшего понимания. Душа – это словно чистый источник, родник. Когда ты чувствуешь душу, поддерживаешь с ней постоянный чувственный контакт, то важные в жизни духовные дела, добрые дела, помощь другим людям проходят так, как будто кто-то помогает свыше. Все складывается один к одному даже тогда, когда обстоятельства вроде бы и не в твою пользу. И главное, ты чувствуешь и понимаешь эту поддержку на глубинном уровне, как будто знаешь это наперед. А вот когда животное начало принимается диктовать тебе свои условия игры, как правило, ненавязчиво и незаметно, то чувственная связь с душой утрачивается, точнее сказать, значительно затрудняется. Образно говоря, чем больше твое внимание захватывается игрой животного начала, тем большая поверхность этого чистого родника души затягивается пленкой. И чем глубже ты погружаешься в житейские проблемы, рассматривая их через призму своего животного, тем толще становится эта пленка. Соответственно, последнее затрудняет связь личностью с душой и, естественно, с Богом. В тебе начинают возникать страхи, навеянные животным началом, появляется много пустой суеты, наваливается множество проблем. Ты перестаешь понимать всю важность духовной работы над собой, начинаешь беспричинно винить и обижаться на окружающих тебя людей. Когда замечаешь подобное, знай, это очередная атака твоего животного начала, и нужно срочно предпринимать меры, восстанавливать утраченную связь с душой, пробивать эту, образно говоря, наросшую толщу пленки. А когда ты доберешься до чистой воды, тогда и надуманные проблемы исчезнут. Ты будешь снова понимать главное и видеть свою основную цель. Личность — это всего лишь зародыш индивидуального сознания возможного будущего духовного существа. Сама по себе она ничего не представляет в духовном плане. Душа же заключает в себе большой потенциал. Но без слияния души с личностью этот потенциал может быть растрачен впустую. И только когда, условно говоря, происходит резонанс вибраций, своеобразное слияние, оплодотворение души личностью, только тогда и рождается новое, бессмертное духовное существо с индивидуальным сознанием и большим духовным потенциалом. В этом и заключается смысл человеческого существования, либо победа жизни, либо поражение смертью. Анастасия Да, не тот победитель, за кем смерть, а тот, за кем жизнь духовная. Ригден Бесспорно! Что такое жизнь духовная? Жизнь — это череда событий, где каждое мгновение как звено в цепи, как кадр в кинопленке, на котором запечатлены все мысли и деяния человека. Бывает, смотришь хороший фильм и получаешь от него положительное впечатление, так как большинство кадров в нем светлые и яркие. А бывает, смотришь другой фильм, а он создает гнетущее настроение, потому что большинство кадров в нем темные и мрачные. Так вот, важно, чтобы твой жизненный фильм был светлым и ярким, чтобы в нем было как можно больше хороших кадров. А каждый кадр — это и есть мгновение здесь и сейчас. Качество каждого кадра твоего жизненного фильма зависит исключительно от тебя, ибо ты делаешь свою жизнь светлой, либо темной, своими мыслями и делами. Прожитое тобой мгновение не сотрешь, не вырежешь, и второго его дубля не будет. Духовная жизнь — это и есть насыщение каждого кадра добротой, любовью, благими помыслами и делами. Главное — держать в жизни четкий ориентир на духовное начало, заниматься духовными практиками, расширять свой кругозор знаний, не поддаваться на провокации животного начала, созидать в себе чувство настоящей любви к Богу, и, естественно, почаще творить благие дела, жить по совести. Это ежедневный труд, поэтапная победа над самим собой. Из этого всего и слагается твой путь, который за тебя никто не пройдет, и эту духовную работу за тебя никто не выполнит. Анастасия, да, вы как-то сказали слова, которые крепко врезались в память. Душу за тебя никто не спасет, и никто, кроме тебя, эту духовную работу не сделает. Расскажите, пожалуйста, для читателей, каким должен быть подход человека к духовным практикам, если он искренне хочет своего духовного спасения. Ригден, человеку, стремящемуся слиться со своей душой, важно относиться к каждой медитации как к самому большому и важному празднику в жизни. Также при выполнении даже хорошо наработанной медитации нужно максимально погружаться в нее и каждый раз стремиться достичь нового уровня ее познания. Тогда человек будет развиваться, а не топтаться на месте. Для него каждая медитация будет интересной, новой по гамме чувств и увлекательной в познании и освоении. Многие ошибочно полагают, что достаточно просто научиться выполнять ту или иную технику медитации и все. С ним должно произойти что-то хорошее, как в сказке. Нет, это заблуждение. Человек только тогда будет изменяться в хорошую сторону, когда он сам будет к этому стремиться, когда он возведет духовное в главный приоритет своей жизни, когда будет ежесекундно контролировать свои мысли, отслеживать проявления животного начала, максимально реализовать добрые дела, жить одной лишь главной целью прийти к Богу как зрелое духовное существо. Медитация это всего лишь инструмент, с помощью которого нужно кропотливо и долго трудиться, чтобы сделать из себя что-то хорошее. Кроме того, этот инструмент многогранен. Например, полностью постичь, то есть до конца познать даже духовную практику цветок лотоса человек не сможет, жизни не хватит. Всякая медитация, как и мудрость, не имеет границ в своем познании. Скучно делать медитацию лишь тем, кто ленится или превозносит себя в гордыне. Я познал эту медитацию, хочу другую. Еще раз повторяю, медитация это инструмент, кто искренне хочет достичь духовных высот и не ленится работать над собой, может постичь максимум еще при своей жизни. Анастасия, все это так, но я столкнулась с тем, что многие люди вместо того, чтобы не терять ценного времени и спешить изменить себя, ищут в жизни пример духовного человека, то есть того, кто уже изменился. Для них важно, чтобы кто-то уже так жил, согласно духовным канонам, образу мышления, причем не где-то там, а здесь, в таких же условиях, как они. Для многих это значимо. Такие люди считают, что если они будут лицезреть подобный пример, то значит и они смогут так жить. Продолжение следует...